Устала вечная слава воинам-землякам, которая высится на небольшом холме на пересечении улиц Черняховского и Тенькова, утром 23 февраля было оживлённо. С этой точки начался маршрут, по которому участники акции должны были проехать, посетив все памятные места Расторговской части Видного. Среди них представители территориального отдела, местный депутат, а также воспитанники спортивного клуба «Орлёнок». Поддержал акцию советник главы Александр Усков. Этот праздник общенациональной поддержки всех сил, добра и уверенности в будущем. Наши отцы, деды заложили хорошие традиции, когда мы, живущие сегодня, чтим и отдаём дань памяти тем событиям, которые многие годы были в России за её рубежами. И, конечно же, прежде всего, это дань тем людям, которые погибли в великих сражениях. В каждой семье есть свои воины-защитники. В этот день участники акции говорили о своих близких, кто для них стал примером мужества и гордости. Во-первых, это мой сын, который был участником боевых действий, старший. Средний у меня офицер полиции. И, соответственно, я старалась своих детей воспитывать в духе патриотизма. Для меня, в первую очередь, премьер-защитник отечества – отец. Для меня вообще то, что было связано с мужчиной и с армией, в первую очередь, я черпал из разговоров, рассказов отца. Он рассказывал, как воевал его дед. Армия всё-таки меня как бы с детства и привлекала. Я готовился к тому, чтобы служить в армии. Естественно, и школа в то время очень большое воспитание приносила. Мемориал Великой Отечественной войны на Расторговском кладбище стал следующим пунктом в маршруте участников акции. Воспитанники клуба «Орлёнок», выстроившись в почётный караул, отдали дань уважения воинам-землякам, защищавшим страну в годы войны. А после вместе со взрослыми возложили красные гвоздики к их могилам. Среди ребят ученик одетского класса Иван Цибульский. В будущем он желает выбрать военную профессию. Примером для меня являются мои родные, а также люди, которые воевали в Афганистане, в Великую Отечественную войну. Именно такие мальчишки, повзрослев, и станут опорой нашей страны. Благодаря им Россия будет оставаться сильной и независимой державой. И уже сегодня, участвуя в подобных мероприятиях, ребята доказывают свою любовь к родине. Этот праздник очень значимый для нашей страны, для каждой семьи, потому что в каждой семье почти есть люди, кто участвовал в каких-то боевых действиях, в каких-то вооруженных конфликтах. Это Афганистан, Сирия, Великая Отечественная война. В этот день торжественный эскорт проехал по всем семи мемориалам Расторгуйской части Видного, отдавая дань памяти всем защитникам нашего Отечества. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.